О главных событиях к этому часу. Порошенко провел переговоры с госсекретарем США Рексом Теллерсоном. Большая семерка призвала Украину отказаться от блокады Донбасса. Сирия обратилась в ООН с заявлением о турецкой агрессии. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с новым госсекретарем США Рексом Теллерсоном. Об этом в своем твиттере сообщил пресс-секретарь украинского лидера Светослав Цеголко. По его словам, Порошенко и Теллерсон обсудили последнюю эскалацию ситуации в Донбассе. В частности, американский дипломат отметил важность выполнения минских договоренностей. Также собеседники очертили круг вопросов на этапе укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, Порошенко пригласил Теллерсона посетить Украину. Напоминаем, что в минувший четверг с новым госсекретарем США встречался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Тогда стороны также обсуждали украинский кризис, однако детали их разговора пока неизвестны. Страны Большой Семерки выступили с заявлением в адрес Киева, в котором призвали власти Украины отказаться от блокады Донбасса. Украина в минувшем году продемонстрировала экономический рост. Транспортная блокада угрожает этому процессу и подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей. «Мы призываем все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли», – говорится в тексте заявления. В частности, Киев призвали организовать бесперебойную работу энергетических объектов, снабжающих теплом и светом граждан Украины, провести модернизацию генерирующих мощностей, а также принять меры для обеспечения энергопоставок на длительный период. Напоминаем, что в конце января украинские радикалы при поддержке ряда депутатов Верховной Рады организовали блокаду железнодорожных путей, по которым из Донбасса на украинские теплоэлектростанции завозили уголь. Правительство Украины из-за этого ввело режим ЧП в энергетике. Блокаду уже осудили представители Евросоюза и США. Власти Сирии призывают Совет Безопасности ООН оказать давление на Анкару, чтобы положить конец турецкой агрессии в отношении Арабской Республики. Об этом, как сообщает агентство САНО, говорится в официальном письме Министерства иностранных дел Сирии, направленном на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности. Министерство иностранных дел направило два идентичных письма генеральному секретарю ООН, и председателю Совета Безопасности, в которых информирует об опасных нарушениях и повторяющихся атаках агрессии со стороны Турции в отношении суверенитета Сирийской Арабской Республики и её территориальной целостности, цитирует агентство письмо Сирийского внешнеполитического ведомства. Также в письме отмечается, что правительство Сирийской Арабской Республики настаивает на своём требовании к Совету Безопасности ООН, чтобы тот выполнил возложенные на него обязательства по поддержанию международного мира и безопасности.